Болгары с большим вниманием относятся к посуде, отдавая предпочтение глиняным тарелкам или горшочкам, которые в народе называют ювечь. Так что мы будем класть? Мясо и овощи. Для 4 горшочков нам потребуется полкилограмма домашнего фарша, 2 картофелины, 2 красных болгарских перца, 1 баклажан, 2 помидора, луковица, подсолнечное масло олейка, 200 граммов брынзы или сулугуни, петрушка, укроп, чеснок, смесь пряных перцев, соль и, конечно, 4 горшочка гювеча. Но это еще не все. Вместо хлеба мы будем подавать гювечь с оладьями, поэтому возьмем мучную смесь олейка. Гювечь готовится необыкновенно просто и быстро. Сейчас вы в этом убедитесь. Мелко шинкуем репчатый лук. Как вы уже догадываетесь, сколько в Болгарии хозяек, столько и вариантов приготовления гювечи. Очень часто в горшочки к мясу кладут кукурузу, горошек, добавляют разнообразные специи и лечо. Теперь разогреваем на сковороде небольшое количество подсолнечного масла олейка и обжариваем фарш. Масло олейка – это настоящее масло, которое получено методом первого холодного отжима. Оно нерафинированное и это очень важно, поскольку именно такое масло содержит в себе ценный комплекс витаминов и микроэлементов. Как только мясо слегка подрумянилось, добавляем репчатый лук, обжариваем вместе и не забываем посолить. Перчим. Теперь перекладываем фарш в горшочки. Этого количества нам должно идеально хватить на 4 порции. Теперь займемся овощами, почистим картофель и порежем кубиками. Вместе с перцами, помидорами и баклажаном. Этот перец называют болгарским только в России. И фаршируют его мясом только у нас. В Болгарии этот сорт называют ратунд и начиняют овощами и брынзой. Теперь отправляем наши овощи на сковородку. Добавляем немного масла, выдавливаем зубчик чеснока. Солим, перчим и пассируем в течение нескольких минут. Готово! Готово! Распределяем овощную рагу между горшочками. Что у нас осталось? Зелень мелко порубим и щедро посыплем содержимое горшочков. Важный момент. В каждый горшочек нужно добавить пару ложек воды. Вот и все. Включаем духовку на 180 градусов и отправляем в вечер на 40 минут. Это время мы потратим с пользой, приготовив оладьи, конечно же, по болгарскому рецепту. Жители Балканского полуострова любят во всю несладкую выпечку добавлять мягкий сыр и зелень. Мы поступим так же, но сначала заведем тесто. При помощи готовой смеси олейка это вопрос пары минут. В этом пакете уже содержатся все необходимые для теста ингредиенты. Все, что от нас требуется, это просто добавить воды и перемешать. Обязательно прочитайте состав. Чтобы убедиться, все ингредиенты смеси олейка натуральные на 500 граммов нам потребуется пол-литра воды. Перемешиваем и прямо в тесто крошим сыр и добавляем порубленную зелень. Еще раз перемешиваем и тесто готово. Разогреваем сковороду и выпекаем оладьи традиционным способом. Отличительной чертой болгарской кухни является обилие вегетарианских блюд. Очень часто овощи фаршируют овощами или крупами. Ювечи, которые томятся у нас в духовке, тоже чаще всего бывают вегетарианскими. Но мы решили в горшочки добавить мясо, а в оладьи сыр. И, конечно, не ошиблись. Наши оладьи напоминают ленивые пирожки. А что там с гвечи? С этим блюдом все прекрасно. Открываем горшочки и вдыхаем аромат щедрой болгарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова